Шуша Мы направляемся в маленькую закусочную. Посередине закусочной стоит широкий стол. На нем все возможные угощения. Янтарный мед, крупные деревенские яйца, жирные сливки, свежий, только что выпеченный хлеб, несколько сортов варенья, ароматный чай из кекельоту. Слышу голос отца. Он говорит, смешай мед со сливками, попробуй, как это вкусно. Я же, как настоящий городской ребенок, отвечаю капризно. Ненавижу сливки, они воняют бараном. И почему-то отворачиваюсь. Отец удивленный. Не выдумывай, при чем тут баран? Не хочу и все. Упрямо повторив, я отодвигаю тарелку. Папа молча улыбается и качает головой. Мы переходим улицу и идем в сторону высокой гостиницы. Входим в темный и прохладный холл. Я завороженно рассматриваю потемневшие от времени загадочные изображения на чеканных гравюрах, висящих на стене. Невольно представляю себя грузинской царевной, скачущей на коне и обнявшей сидящего впереди жениха. Слушаю голос мамы. Лифт пришел. Иди быстрее. Кое-как, втиснувшись в узкую кабинку лифта, поднимаемся на свой этаж. Дверцы распахиваются, и мы ступаем в залитый светом холл. Навстречу нам выходит мелкая, высохшая старушка с улыбчивым лицом и говорит почему-то с щекинским акцентом. Приехали? Ну и отлично, что приехали. Мне смешно. Стараясь подавить приступ смеха, я бегу в номер. Едва захожу в комнату, сразу же, опрометив, выбегаю на балкон. Боже мой! Какая высоченная гора! А на ее вершине словно молочная шапка из облаков. Хочу спросить у папы, интересно, можно ли сорвать это облако? И слушаю его голос. Какой божественный воздух! Словно в раю! Я хитро улыбаюсь и интересуюсь. А как бывает в раю? Отец, не раздумывая, отвечает. Так и бывает. Я размышляю. Значит, в раю бывают горы, покрытые шапками из молочных облаков, маленькие желтые цветочки хара бюльбюль и голубые минореты. Неподалеку от миноретов шумный базар, широкая проезжая дорога, на самом конце которой здание театра, а за ним райский сад, называющийся Гюлистан. В том саду бронзовые изваяния поэтессы Натова. Жители рая собираются вокруг этого изваяния в небольшой чайхане, пьют чай, ведут неторопливую беседу, время от времени окликают молодого чайханщика со странным именем Бябир и просят его заварить чайник свежего чая. Разве человека можно назвать именем Бябир, думаю я. Но сразу же забываю о чайханщике и бегу вниз по склону, в сторону зеленой поляны. Там, где среди цветущих розовых кустов, расстелив на тваре пестрые паласы, скрестив ноги, расселось множество людей. Некоторые из них поют, кто-то играет, а кто-то просто слушает. Здесь же гуляют джейраны, иногда останавливаясь, смотрят на людей печальными глазами. И тогда я замечаю, что они почему-то плачут. Я вновь спрашиваю с любопытством, а разве джейраны плачут? Вопрос мой остается без ответа. А вот и стройные райские девушки, взвалившие на плечи тяжелые сэхэнги и идущие за водой. Они ставят сосуды под воду, и я вижу ледяные струи, в которых отражаются проплывающие в вышине облака, затерявшиеся среди них солнце, синего бескрайнего неба. Подняв голову, я замечаю радугу, обнявшую чертово колесо, с высоты которого до меня долетают веселые голоса райских ребятишек. Я кричу изо всех сил, возьмите меня к себе! Я тоже хочу к вам! Услышав и подхватив, они поднимают меня к небесам и уносят в заоблачные дали. Я оглядываю и вдыхаю окружающий мир, насколько мне позволяют глаза и легкие. Вижу созданные природой и человеком чудеса, покрытые девственными лесами горы, проглядывающие сквозь прозрачный дымок красную черепицу крыш, окруженные каменными домами крошечные дворики, где пекут хлеб, чистят шерсть и стирают ковры райские бабушки, шлепают по мыльным лужам пухленькими ножками райские внучата, готовят в больших кастрюлях дымящуюся бухлому розовощекие райские невесты, колют дрова широкоплечий райские юноши. Вижу, как жизнь идет своим чередом. Райские жители живут, строят, созидают, беседуют, смеются, ругаются, рожают, умирают, живут, живут, живут. Возможно, даже не осознавая то, где они живут, я уношусь ввысь, туда, где парят одни лишь соколы да орлы. Смотрите все! Я лечу! Вот, я проношусь над Джедырдузью, где был сломлен и повержен легендарный Гаджар, пролетаю над гробницей Вагифа, домами, где родились и выросли Неваб, Узеир, Бюль-Бюль, над сокровищницей книг-мечетью Мамайи, над сказочным родником Исабулава, удивительным садом на Атаван, над полями, лесами, горами, равнинами, где слышится и растворяется потрясающий голос хана. Сверху все эти чудеса родной земли кажутся мне такими далекими и недосягаемыми. Откуда-то до моего слуха долетает чарующий щебет райских соловьев. Оказывается, вот какое оно пение райских птиц, а я все лечу. О, Боже, как прекрасен рай, как он зелен, как чист и невинен. Я хочу остаться здесь навсегда, я хочу здесь жить, я хочу здесь умереть. в моем раю, на моей родине. Внезапно просыпаюсь, прихожу в себя, припоминаю, кто я и где нахожусь. понимаю, что мне давно уже не девять лет. Тети, так же, как и других родных, близких людей, много лет, как нет в живых. с горечи осознаю, как много мы потеряли за эти годы. Осознав же, признаю, что ни за что на свете не хочу просыпаться, не хочу, а хочу туда, в детство, в мой маленький рай, в мой сказочный сон, туда, где и есть моя правда. Субтитры создавал DimaTorzok